когда был артобстрел и к нам в дом начала заползать бабушка лет 80 она ползла на коленях по улице на улице то есть идет обстрел она в это время к нам заползает здесь было страшно очень меня зовут михаил я в звании прапорщик мне 22 года я участник спецоперации которого ранила со мной все детство был мой брат старший василий так и сейчас он продолжает быть рядом со мной поддерживать меня за что заставило меня пойти военное училище ну мне нравилось в детство в детстве все эти автоматы форма военная когда уже более взрослый стал когда стал действительно выбор уже куда идти учиться после 11 класса брат немножко надоумил меня пойти военное училище ну как бы его идея была он не рассказал как это все да я загорелся поступил в рязанское воздушно-десантное училище на прапорщика там отучился и по распределению попал уже 76 дивизию родители всегда поддерживали мой выбор отец предприниматель мама самозанятая когда летели туда сначала беларусь мы летели на самолете грузовом то есть как бы там мысли особых не было там только лишь поудобнее вы развешивали себе на свои разгрузки подсумки с магазинами с гранатами аптечки чтобы было удобно доставать вас воспользоваться и не знаю в первые впечатления да не знаю как будто просто я приехал на полевой выход а потом уже когда утром поехали непосредственно начали заезжать за ленточку там да там уже сразу практически прочувствовались то что это не учение то что по-настоящему ну вот когда мы начали заезжать белоруссии в украину мы заезжали до рано утром и вот там немножко нас получилось крупный калибр по нам из леса пострелял немножко но слава богу там без жертв было жили мы мы за нее заняли позицию дом частный в основном свое время проводили в подвале выходя на поставь на посты проверяя их в коллективе очень дружеские отношения были очень близкие такое ощущение то что там каждый хоть мы и знали друг друга буквально пару часов но было ощущение что я их знаю тысячу лет и я знаю о чем думает тот или иной солдат для не было день на день похож все были по-своему разные приключения был момент самый запоминающийся когда был арт-обстрел и к нам в дом начала заползать бабушка лет 80 она ползла на коленях по улице на улице то сидели идет обстрел она в это время к нам заползает здесь было страшно очень нет она не ранена просто она обстрел идет мины везде падают и тут бабушка заползает на коленках то есть как бы там и страх кто это такой и что вообще вообще происходит мы ее сначала у себя подержали до конца обстрела потом от меня отвели туда где были мирные города не все но она там жила там дом был ну как бы соседнего дома она пришла я помню да мы должны были пройти улицу и я помню то что командира было машины бмд его ранило то есть некому садиться в боевую машину за командира там нужно было систему перезапускать потому что система бывало сбой давала и нужно было перезапускать перезапустить ее можно только с командирского места мы сели там был штатный командир взвода мы с ним сели начали разговаривать кого посадить но не солдата же сажать как бы и так слишком большая ответственность на солдаты решили то что сяду я за командира и вот все я сел мне показали как чтобы перезапускать в систему и начали вылазить покушать и в этот момент я не услышал ни выхода снаряда ничего и в принципе я уже не помню с того момента почему был не в каске потому что в шлемофоне в танке связь только через шлемофон гортанную связь поэтому пришлось снять каску я начал вылазить из него из люка начал вылазить тот момент когда вылетел снаряд лишь как бы я уже не помню что там у меня спрашивали кто мне первую помощь оказывая с ними связывался они сказали то что я был сознание все я говорил то что бог почему-то колит они проверили мой бог и еще у меня там все целое они отвезли меня на кмп роты командный пункт где мне фельдшер смог бы помощь первую оказать оттуда как говорят уже меня сразу же вертолетом в беларусь отправили там про сделали первую трепанацию убрали геново гематому когда вот я уже сознательно помню это я помню начал выходить из комы и мне казались то что я нахожусь все еще там идут идет обстрел у меня мать была со мной в больнице и я помню как я ее просил слезно просил 1 до надеть защиту надеть шлем и бронежилет она не пыталась объяснить то что тут мир и все дает так далее но я в это все не верил и просила слезно одеть защиту это первый день то что я помню когда я вышел из комы ну скорее всего сразу я сразу этого не мог она не признавал даже сам себе то что я не вижу мне казалось то что я все вижу но потом в процессе лечения я понял то что я не вижу как бы я вижу но силуэты да да даже потом во сне бывало ко мне все то в приходила как будто все заново происходит все на его подскакивал конечно с кровати но ничего сейчас сейчас уже мне ничего не беспокоит то есть я сплю абсолютно спокойно больше 100 дней в госпитале до 2 3 это было уже доставали крайний осколок и пластины устанавливали никто ничего конкретного не говорит ни один врач не берется соответственно взять на себе сказать что вообще чем это дальше будет чревато пока со зрением проблемы вот сейчас все врачи стараются как-то помочь но никто не говорит насколько это все затянется я сам думаю то что ближе к новому году я начну видеть немножко га не организм сейчас отдохнет от всего и я думаю начну видеть конечно я хочу жить полноценно на будущее да конечно есть цели сейчас это все в раздумьях как пор как правильно все начать секрет да с развитием самого себя конечно однозначно я хочу получить еще образование в этом году я уже не успел подать документы на следующий год буду подавать документы обязательно обязательно высшее образование нужно я еще не решил пока это да даже не между чем и чем это все пока что мной проанализируется и там где смогу работать без зрения даже если не восстановится зрение то есть нужно что-то подобрать такое где смогу без зрения работать девушка у вас есть супруга у меня но сейчас в процессе развода до до этого по моему было да не связанные вещи это во время да ну просто поняли то что не сошлись характерами было меня зовут василий я родной брат михаила разница у нас пять лет на путь на этот его наставил по личным убеждениям я глубоко верю страну и очень патриотично я учился в лицее на тракторном педагогически мужской как своего рода кадетское училище после армия где как бы я себя чувствовал очень-очень хорошо ну всю жизнь я в принципе изучал военную тематику историю все стороны поэтому как бы ну был оптимально отправить его туда из детства что рассказать я помню момент когда я выпал с машины на ходу я уже как бы да и школу закончил уже школу закончил до выпал выпал с машины так получилось и когда я сидел ночью утром рано у забора весь в крови весь ободрана он вышел и плачет и говорит вася кто его убил ну как бы ну мы всегда вместе были нас еще 22 как бы можно сказать брата два дядьки у нас разница там три года всего то есть мы всегда четвером всегда вместе с родителями отношения у нас хорошие можно сказать семья семья если быть откровенным конечно у нас разговор шоу и он так сказать отказе до от участия но я забираю ему сказал что миш ну как бы ты себе потом это простишь ты сможешь жить с этим то что вот там твои ребята поехали ты не поехал допустим и как-то еще он сказал нет ну и соответственно поехал все очень интересно было там неделю целую мама место семьи находила потому что он не звонил чувствовал но тогда я задумался я начал искать по своим связям точно никто ничего не говорил по своим связям не официально узнал что он ранен даже вплоть до того что я звонил в дивизию я звонил военкомат и говорил что он ранен находится там там то есть он был не опознанный лежал то есть только по закрытым так сказать каналом его смогли найти и это было я приехал с похорон маленького руслана что же по паке погиб здесь 20 он служил и через два дня я узнаю что мне позвонили сказали что новости не очень хорошие он ранен единственное хорошо что вытащили на белоруссии я начал искать выходы на белоруссию чтобы там его найти но на следующий на следующий день мне позвонили сказали что он в питере традициями ничего говорить не стала то следствие мне позвонили скале что в питере новости очень хорошие ранения серьезная шанса практически нету ну и соответственно родителям я не сказал потому что ну как бы сейчас как вот это все говорить тем более он там боялся что я приеду к нему и он родители не увидит умрет единственные вот эта ответственность брала в себя. Но все вошлось, то есть как первый раз я его увидел, я к нему зашел, я сразу позвонил родителям, но правда отцу, маме долгое время не говорили, потом сказали, что ранение в шею, то есть как бы про голову ничего не говорил. Но когда уже слухи поползли, уже пришлось говорить маме. Ну и мама, соответственно, тоже сразу прилетела, но благо он уже был в сознании, он уже вышел в комы, и все нормально. Крайний мой разговор с заведующим нейрохирургии в Нейтойной Действийской Академии была фраза, по нему можно писать учебники нейрохирургии. То есть никто не давал вообще никаких прогнозов. То есть сначала говорилось, что ранение в левую сторону, затылочную, не будет работать левая сторона полностью. Потом говорили, что прямо ходить не сможет. Потом говорили, что он не будет в уме. Я когда первый раз его увидел, когда момент такой был, он приятный, руками был кровать, то есть чтобы он, где у него питательная трубка, дыхательная трубка, катетер, все, чтобы он не переворачивался. И вот он доставал рукой до глаза. Я ему что-то крестик побежал, кстати. Мне приснилось, что он говорит, значит, ты что мне крестик завязал? Он говорит, для фотографии. А оказывается, он помнит это. Он ему передавил крестик, и он меня ходил искал в коме. Ну, тогда я, когда он попал в глаз, прям почесал, я смотрю, ну, конечно, глаза не его, но тогда я понял, что все нормально будет. Тогда еще даже не задумывались, что он не видит, спрашивали, видишь, он говорит, вижу. То есть как бы он все разговаривал, но потом оказалось, что даже где-то через месяц, как он вышел из кома, тогда все понял, что он немножко не видит. Вот эту историю можно чуть подробнее про в коме, то, что крестик передавил? А это он, расскажи, когда ты искал меня, где он ходил. В реанимации холодно и так. А это еще, я прям вот четко помню картину, как подходит брат и на петельку вешает мне крестик. На руку повесил он. Я лежу, и я понимаю то, что от того, что холодно, и рука у меня онемела, я думаю, значит, это крестик передавил. Сам пытался дотянуться, у меня не получалось. И вот я начал ходить, брат тут жил, учился на одной квартире, потом на другой. Я по этим квартирам хожу, я прям четко вот помню эту квартиру, как я захожу, то есть даже расстановка мебели была та же. То есть и вот хожу, ищу, Вася, Вася, где ты есть? Вася, 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 Вася. Но потом нашел все-таки дом, ну, в родительском доме нашел его. И все, сказал ему. Отвижает мне крестик. Ты поддерживала, да? Мам, я не знаю, что там прошло, он говорит, мама, кажется, пошла, я и сказал ему, мама, посмотри, что-то там не так же. Крестик подарил он мне на присяге на своей, то есть это крестик, они дарились Рязанской православной церковью, на присяге здесь парашют, самолет, а с другой стороны уже Иисус, то есть как бы, да, этот крестик, как бы, и с ним был со мной везде. Про последнее, то, что вам сказала заведующая, это какого медицинского хирургия? Это нейрохирургия, это в моей медицинской академии есть клиника нейрохирургии, то есть там не просто какие-то учреждения, там целые клиники, то есть как бы мы с ним при разговоре он сказал, что это просто чудо, и никто даже не думал. То есть там лежали ребята такие с такими же ранениями, а кто-то не разговаривает, мычит, кто-то не ходит, у кого-то парализовано полностью, ну, то есть таких, чтобы полностью был здоровым человеком, кроме какой-то, да, ну, зрения, да, как бы это не полностью здорово, но он в уме, он не овощи, он ходит, он самостоятельный, то есть у него даже не бывает каких-то панических атак, заходов, ничего такого нет. То есть как бы это чудо, я никто даже не мог это предсказать. Сейчас как бы, ну, посчитали нецелесообразным ходить по каким-то там, да, государственным учреждениям сразу же, потому что, ну, с такими ранениями у нас в России вообще, в принципе, никто не работает. Начали через знакомых, то есть мы в клинике Сфера лечимся, клиника очень-очень хорошая, и люди заинтересованы, то есть они заинтересованы не потому, что как бы это частная клиника, потому что им, ну, это человечность, это человечность, то есть они нам помогают каких-то еще врачей находить, то есть отправились сами к нейрофизиологу, который нам помогает. Сейчас нейрохирург занимается, так как у нас осколки еще остались в голове, нам нельзя делать магнит, нельзя делать магнитную терапию, которая была бы действована для глазных нервов, ее нельзя. Вот сейчас вот, что нам скажет нейрохирург, сегодня мы были тоже у невролога, который дополнил я с собой картину по лечению, по всему-всему остальному. То есть, а так никто, конечно, не ищет прямо врачей, не ходит, не ищет, то есть, все через знакомых, все как-то где-то, люди молодцы, спасибо большое, помогает, конечно. Основное лечение у вас будет проходить именно в клинике Сфера и какая-то восстановительность? Основное лечение, в принципе, у нас будет проходить дома. Просто, да, ну, врачи там, сейчас нам ищут реабилитолога, возможно, возможно, мы пойдем в госпиталь ветеранов, через месяц, так как у нас полгода после операции пройдет, восстановительный период, полгода, походим на оздоровительную, общую физическую, физкультуру, там, оздоровительный, бассейн, санаторий Волгоград нам посоветовали, тоже, возможно, есть там, как бы просто общее такое оздоровительное занятие, и все, потому что... А именно на глаза реабилитацию? А нам глаза, на реабилитацию на глаза не нужны здесь, глаза вообще ни при чем. А у нас ранение в затылок, повреждены, глазные нервы, атрофированы. То есть, да, это равносильно, что у человека инсульт, только при инсульте у нас отмирает клетки головного мозга, а здесь они повреждены и вырезаны. И 25% у нас атрофированных после комы нервов, 25% зрения, мы можем восстановить. Можем, но только на правый глаз, левый глаз никак вообще, то есть, нам надо сюда сейчас сохранить хотя бы, чтобы свет в нем был, а правый глаз, да, правый глаз будем восстановлены, будем пытаться, то есть, у нас какие-то стимулирующие процедуры, там, иголки, иглотерапия, были реоксии процедура, когда подается кислород, вернее, воздух без кислорода, то есть, кислогаз, чтобы давать стресс организму. Ну, и, соответственно, заставляю его все время смотреть, смотреть, потому что он сейчас начинает, как-то щупать все, и еще в госпитале я им запретил пользоваться какими-то тростями, куда-то ехать в центр для слепых, чтобы его социализировали, все это полностью я запретил, и сказал нет, потому что если у нас появится вспомогательное средство, он, соответственно, расслабится, да, и не будет стараться смотреть, как-то бороться. Конечно, сейчас у него начало уже обостряться и слух, и обоняние начало обостряться, но я думаю, что это все равно... А так, говорю, сейчас обостриться, еще и зрение будет, это вообще будет универсальный человек. Вы сейчас живете в родительском доме? Нет, нет, мы здесь, я снимаю квартиру, как бы... А, вдвоем, да? Да, 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 конечно, он всегда со мной, то есть вот на работу он со мной ходит, всегда со мной, поэтому... На работе помогает как-то еще проделить? Да пока еще рано, сейчас он втянется, всех коллектив, да, выучит, да, и тогда будет. Спасибо за рассказанную историю, спасибо за то, что поддерживаете друг друга, я надеюсь, что те хотя бы 25%, которые хотя бы на одном глазу, они восстановятся, и в дальнейшем, не знаю, по-моему, очень много есть профессий, которые можно освоить, и не суперским зрением, главное, чтобы это подобрать по душе как-то, вот, с продолжением образования, будем пробовать. Обязательно будем проводить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.